Жизнь великого итальянца Адриано Челентано в молодости была очень насыщена. Будучи пятым сыном в небогатой семье, Челентано смог добиться известности, богатства и больших творческих успехов. Но Адриано до сих пор считает, что главное в жизни человека – это его семья. Итак, друзья, представляю вашему вниманию 10 интересных фактов об Адриано Челентано. В 12 лет Адриано Челентано пошёл работать под мастерьем часовщика. И не только потому, что хотел помочь семье с деньгами, ему просто нравилось возиться с механизмами. И до сих пор в свободное время он очень любит чинить часы и считает это едва ли не главным своим призванием в жизни. Может быть мальчик Адриано никогда не запел и не стал бы знаменитым, если бы не портрет Элвиса Пресли в витрине музыкального магазина напротив мастерской. Мальчишка, который стеснялся участвовать в семейных концертах, начал бренчать рок-н-ролл на гитаре. Постепенно в репертуар подростка вошли все известные мелодии Элвиса, а также Джерри Ли Льюиса. Его стали слушать не только на родной улице Глюк. Он победил в нескольких небольших конкурсах. Триумфом стала победа на европейском конкурсе рок-н-ролла в Миланском дворце. Самый прославленный фильм с участием Челентано – это не украшение Строптеева, где он великолепно играет Элия. А эпизодическая роль в картине Феллини «Сладкая жизнь», где он исполнил роль рок-певца, что недалеко от его жизни на тот момент. За свою необычную манеру Двигаса Челентано получил прозвище «Человек на пружинах». Новое имя он получил как раз после конкурса в Миланском дворце. Поклонников у Челентано было очень, ну очень много. Когда Адриана попал в больницу, здание просто взяли в осаду, и так продолжалось несколько дней. А когда какой-то репортер написал о смерти знаменитости, к больнице понесли тонны цветов. Со своей женой Клаудией Мори Челентано познакомился на съемках фильма. Она зацепилась за шнур, и произошло короткое замыкание. От разбитых софитов поцарапало щеку и лоб актера. А уже через пару часов парочка болтала в кафе и страстно целовалась, и тут у них закрутился роман длиною в жизнь. Челентано прожил со своей женой Клаудией более 50 лет, и до сих пор с нежностью целует супругу при каждом удобном случае. Женились они, кстати, тайно от журналистов в 3 часа ночи. А перед самым венчанием серьёзно поссорились Клаудией, видите ли, не понравился гавстук жениха. Челентано крайне любит апатировать публику. Он получал от скандалов не только удовольствие, но и приличные дивиденды. Например, однажды он начал танцевать вальс прямо посреди улицы, чем парализовал движение. А когда полицейские потребовали объяснений, пояснил, что репетирует сцену из нового фильма. И когда картина вышла, ей благодаря такой рекламе был просто обеспечен успех. Челентано никогда не бросал деньги на ветер, а умел их считать. Поэтому, когда к нему пришла большая известность, решил не платить за запись песен, а сам создал студию грамзаписи. Называлась она скромно, клан Челентано, кстати, существует она и по сей день. Причём сюда также присоединились издательство, концертное агентство и студия видеозаписи. В России Адриана Челентано был несколько раз, правда официальный визит состоялся всего один раз около 20 лет назад. После этого певец и актёр приезжал лишь на закрытые вечеринки. Цена, между прочим, за одно такое выступление начинается от 2 миллионов долларов. Хотя сейчас из-за этих немалых денег Челентано отказывается ехать в эту страну, он катастрофически не переносит самолёты. И это были 10 интересных фактов об Адриана Челентано. Ещё больше интересных топов фактов о людях в странах и путешествиях на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно же, пишите в комментариях, о каком ещё человеке вы хотели бы увидеть ролик.